Всем привет! С вами канал Bon Appetit, Толя, Вика и любимая рубрика «Люди пробуют». Да, и в этой рубрике мы будем пробовать разные блюда. Блюда будут представлены в дорогой версии и в дешевой. И вот наша задача будет определить на вкус, на вид, что из этого другое, что дешевое. Да, очень простая задача, простая механика, поэтому не будем терять время и начнем пробовать. Красное вино я люблю. Но я не спец, я просто его пью. Для меня это все виноградный сок с этим. Серьезно? Что ты скажешь? Вот это воняет. Значит, вот это дорогое. Это скорее пахнет обычной ценой, а это просто... Пляха-муха. Вот Толя вот не умеет пить, да? И такой расплескалась. Вот это вкус тяжелый, тяжелой жизни. Вот это, да какой вкус? Вот это вот воняет. Леня Парфенов, где ты, когда ты нам так нужен? Слушай, это крово-православное вино. КРОВОСЛАВНОЕ! КРОВОСЛАВНОЕ! Я считаю, что вот это подарок, наверное, дорогое. Так, Бика, не надо нехуй так, ты... Вдохни, ты не опьянешь туда. Нужный звонок, глоток другу можно предоставить. Я тоже думаю, что черносливный аромат это признак глубухого цены. А у нее в инстаграме написано, люблю вино, люблю кино. Как же? Так, давайте только не пробовать фильмы, иначе все. Не Испания? Ладно, все, бог. Это Португалия, это Чили, это Франция. Это Химки. Вот это. Дешевое? Вот это дорогое. Дорогое. Посыпать тебе голову пеплом? Дайте мне вина уже. Да. Триуфеля! Наверное, свиньи так же реагируют на трюфель. Какие странные грибы. Я очень люблю труфель. Чего? Труфель. Как земля, как земля с сахаром. Эти трюфель – это поделка одной фабрики, которая располагается в замечательном городе, не герои Гомеля, и откуда мы роды. Да. Мы прервемся на рекламу. Бегаем за маркировкой 18+. Ты как-то очень осторожена. Я что-то даже не знаю, что сказать, но как бы они разные, сейчас разные конфеты принесли. Один с начиночкой внутри, другие без начиночки. Я буду в замешательстве, если бы они были одинаковые. Я очень люблю трюфель. Люблю их очень сильно. О, Олег, я так и знала. Кондитер-шоколатье решил оставить внутри трюфеля слегка жидкий шоколад, что он не боится за качество своего шоколада. И я в жизни не пробовал трюфеля вкуснее, чем тот, который лежал на вот этой вот... Ладно, не пробовал, но это было под спидами. Понимаете, я уже не могу понять ничего об этом, потому что я уже доедаю этот. Да дайте мне салфетку, я тогда смогу лучше изъясняться. Да я не хочу сухую. Да, влокни ты в воду, я помою вас. А трюфель классики, он, по-моему, если я не ошибаюсь, а я хрен знаю, сейчас предполагаю просто, он может быть просто, ну, должен быть твердым, наверное, ну, такой как бы... Поэтому мне кажется, что вот это, где простота, там и изящество, и цена. Все, мы ставим на сладкую землю. Давайте, какие дорогие, какие дешевые. Да дорогие охуя... Дорогие, которые закончили, что еще непонятного? Ну, ладно, видишь, я даже не насладился, я просто схавал быстрее, лишь бы. Колбаски гну. Ой, я думал, это таблетки для очистки. Ле сассисион. Ой, фу, вот это дешевые, мне кажется. Да. Я могу даже пасть. Все однозначно, даже могу не есть. У меня эти дорогие, вот эти дешевые. Нет, 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 нет. Фу, это это. Объясню, почему. Блин, ну вот эти вкуснее, и они потверже, я думаю, в них больше мяса и меньше красителя. Честно, это у нее запах насыщеннее, и она мягче, такая текстура, мягкая, как кашка. Вторая резина. Ну, вот это больше резина. Они очень бледные. Ну, они еще по цвету отличаются. Они очень бледные. Эти дорогие, эти дешевые. Но, блин. Так, секундочку. Эти вкуснее. Секундочку. Как вы думаете, из какого мяса? Это курица. А это свинюха. Я как так готовлю дома птицу часто. Я знаю, что индейка, она тверже, чем курица. Так вот. Она не сгибаемая. Она не сгибаемая, она гораздо более жесткая птица. Я сама в эту духовку не знаю. Давай дальше. Какую жизнь прожила индейка, что она в 4 раз дороже курице? Охренительно просто. Вывод, вонь от мяса – это лучший показатель. Я как Рената Литвинова пытаюсь почему-то говорить о сосисках, у меня не очень выходит. Глютамат натрия. Глютамат натрия. Ну, короче, давайте дальше. Оливки. Почему не одинаковые формы и не одинакового цвета? Это неправильное соревнование. Это дешевые, это дорогие. Это коломоны, это какая-то еда. Более того, это сорт коломон. Это недозрелая маслина и перезрелая оливка. Студия упала в обморок. Вот эта вот баночка такая. Брат, не помню, не знаю. Ее потом освобождают и пепелится там. Где-нибудь на этаже второго цвета стоит. Эти вкусные вообще? Нормальные. Но они не вкусные. Вот эти чуть повкуснее. Правильно? Да. Ты из-за сосисок расстроилась? Привычная соревнования. Мерзеточность – это явно дороже. Да, я думаю, замучение нужно платить, поэтому… Это что-то, замучение нужно платить? Ты тоже думаешь, что это дороже? Да, мы думаем одновременно. Сейчас прикольно. Одинаково. Черные очень редко можно увидеть на столе. Там, где бываю я. Эти, которые, ну, там, более дорогие, они там растут на деревьях. У них такая вот форма более продолговатая. Да, мы видим, что продолговат. Если верить тому экскурсоводу. В нем много как будто бы масла, что ли, я не знаю. Ну, может быть, оно машинное, я как бы не в курсах. Это не дорого-дешево, это дорого и дороже. Датская кухня, что вы хотели. Это амстаданская кухня. Все, дорогое. Олег, вы солидарный со мной, коллега? Я соглашусь. Молодец. Пока нечего удивлять, если бы хумус принесли. Это было бы интересно. Все, поехали дальше. Ребята, кстати, пока мы ждем следующее блюдо. Хочу сделать объявление. У нас, как вы видели, на канале были дети. Они тоже пробовали всякую разную еду. Они давно готовили блины, кстати. Да, кстати, недавно готовили блины. Можете посмотреть на нашем канале Bon Appetit. Но мы решили сделать отдельный канал для детей. Там будут только они. Они будут пробовать что-то разное, комментировать. То есть будет интересный развлекательный контент. Там чисто их свобода. Да. Ваши любимые герои, поэтому переходите в описание под ролик. Тут будет ссылка на этот канал. Подписывайтесь обязательно и следите за выпусками. А мы ждем следующее блюдо. У нас выпуск превратился в лакшери. Блин, цвет классный. Я икру вообще не люблю. Я это не сумею определить. Ну подожди… Так рассказывай, я буду нюхать. Как будто мы в туалете в модном клубе Москвы. Ну качественная. Качественная. Качественная подделка. Но это очень неплохо пахнет. Это тоже пахнет вообще-то. Нет, я уверен, я вообще знаю, какая дорогая, наверное. Вот точно не эта. Христус родился, Бог объявился. Бог объявился, Аня, лазядь. Ромка, спеваюсь. Давай. Обожаю церковные песни. Короче. Это же вообще просто, это же просто заменитель. Я не распробовала. Это дешевая, это дорогая. Нет. Ты серьезно такой лох? Одна более презентабельно выглядит. Ну в смысле, слишком ровно, слишком идеально, явно это желатин. А это просто гламурная подделка. Химический муляш. Правильно? Вау. Честно скажу, вот это дорогая икра, а это дешевая. No way. А, да, конечно, это дороже, это дешевле. А это дороже, а это дешевле. Что? Нет. Что? Нет. Тут же очевидно, что… Да ни хера не очевидно. Это искусственный оранжевый цвет, как в маркерах, знаешь, в школе делают подчеркиванные хайлайты. Мне кажется, оно ближе к красному. А это? Да. Моя мама говорила мне, губа не дура. Может быть я да, но губа нет. Моржи. Ой, Олег, твою любимую. Ой, любимую моржи. Не очень. Я вообще выступаю против расизма, смеешься. Но не среди мороженого. Я считаю, что Россия для ванильного мороженого. На днях он захотел мороженого, и поехал. Куда? За мороженым. Ночью захотел. Вот здесь больше чувствуются прям такие кристаллики льда. А здесь сливочность слива. Да, если это ванилия, то здесь семена ванилия. Да, ярче, богаче, выглядит лучше. Похоже на… Щербет. Из сала. Щербет из сала. Оно жирное очень, чувствуешь? Оно как будто бы говорит о том, что это менее гомогенизированная масса, в которой больше… Ой, так Олег, ну вот это вот обычное мороженое, оно что же натуральное? Ну очень вкусное, да, в общем, я не отрицаю очень вкусное. Ну и это тоже. Ну оно просто такое, просто сливочное, а тут сделано из какого-то изврата, может соя такая. Да, этому пломбиру больше дано изначально, но стараниями и работая над собой этот пломбир сможет достичь всего, чего он захочет. Этот дороже, но я голосую за этот. Это пуди. Это мёд. Ой, тихо. Олег сейчас достанет свой мёдометр. Я знаю, мёдометр. Это не мёд. То, что выглядит ху, а что это, Оля? Ну оно вообще не пахнет. Что, мёд не пахнет? Ну вот этот как будто со сливочным маслом. Гречишный мёд. Илья, ну ты просто, я не знаю. Первый тест на мёд. Делать мёдовую настойку. Мёд не растворяется в холодной воде. Так, блин, Олег, это может быть мёд просто с какими-то там пчёлами бразильскими? Я растворяется, но смотрите. Ты думаешь, чем лучше чувствуется структура, тем дороже? Нет, наоборот, это типа сахар. Наоборот, это плохо. Как мне кажется, этот дороже тогда. Мёд. Вот это мёд. Ох, это мёд. И это примерно тоже. В этом очень много сахара. Чувствуйте. Чувствуйте. Тебе надо в воркаут, если ты так можешь. Если б мишки были пчёлами. Так, и что бы было? То какой бы? Мёд они выбрали. Я не знаю. Я в душе пчеловод и не чувствую, что это натуральное. Сейчас же у нас тенденция эко всего вот этого вот прекрасного. И это может быть эко. Пчела просто такая элитная прилетела. Которая не в улей, не в домик прилетела, а… Может это дикий мёд? Вообще, мне, конечно, некоторое время загоняло, что мёд – это пчелиная отрыжка. По факту так и есть. Куда? Они его набирают в… Да. И обратно потом из… Ночью выходите на пасеку, вы увидите такое. И такой шмель сидит, перед ним гора мёда такая. Он такой, ты приходишь на свадьбу моей дочери? И там голова дуланщика потом у него в постели. Дорого, дешево. Дорого, дешево. Согласна. А, вы вдвоём? В… Вдвоём, да? Да. Нам нужна помощь пчелы, мы хотим позвонить пчеле. Уж… А тётя Тоня, а тётя Клава? Ну типа… Серьёзно? Может быть, дорогим, может быть дешевым? Ну давай. Ну, давай. Я в слойках убираюсь. Это же слоечка. Как она может стоить дороже или дешевле? Она же слоечка. Ты берешь тесто, берешь сахарок. Смотрите, ребята, это ушко дороже, потому что оно тупо больше. Ты по звуку не услышал. На вкус как слойка. Ушко. Это называется ушко. Это дороже, потому что больше, потому что никому в голову не придет делать ушки какими-то особенными. Но ушки — это не тот продукт. Знаешь, это вот маффин. Это да. Оно мягче, хоть и твердо падает. Тут больше сахара, ну прям вообще сладко-сладко, а тут нормально. Слоеное тесто с сахаром. Я не знаю, чем это может отличаться. А это? Вы не поверите, но и это слоеное тесто с сахаром. Я хочу отдать. Подожди, сейчас. Я хочу отдать это ушко нуждающимся. Я хочу отдать должное. В столовой... Что? Откуда хлебозаводу номер 415, который сделал это ушко лучше, чем пекарня всемирно известная. Очень вкусное ушко. В общем... Я тебя крошки бесят. Я просто прибираюсь. В общем, вот эта дорогая, но не сильно. Короче, я чисто за... Размер. За разумный расчет. Ну и в конце скажет Толя. Толя? Ребята, ну вот, закончился наш выпуск. Сегодня я угадал немного, но вот Вика молодец, тыкнула верно во все, кроме сосисок, ну и правильно. Вот. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте обязательно лайк. Поддержите нас. Напишите... Поддержите Толю, потому что он проиграл, он печалится из-за этого. Да, поддержите меня. Сильно расстроен, но ничего. Пишите в комментариях, что вы хотите, чтобы мы попробовали еще, сравнили ваши идеи и ждите новые выпуски. С вами был канал Bon Appetit. Толя. Вика. Наши друзья. Всем пока. Пока-пока.